В Твери выбрали лучший фольклорный музыкальный коллектив. Несмотря на то, что в этом году ежегодный фестиваль исполнителей народного творчества «Тверские мотивы» прошел в режиме онлайн, желающих принять участие меньше не стало. Заявки подавали фольклористы со всей области. Кому отдали предпочтение члены жюри, и что на самом деле привело на конкурс такое количество народных коллективов, выяснил наш корреспондент. Фольклорная студия «Русичи», которая вошла в число победителей, на сцене 10 лет и всегда притягивала в свои ряды молодежь, рассказывает руководитель коллектива Елена Орландцева. Здесь не только познакомят с техникой народного вокала и танца, но и научат делать своими руками традиционные русские игрушки из ткани и глины. В Твери достаточно развитое фольклорное направление, и очень много детей и молодых людей этим занимаются. Я считаю, что это необходимо, потому что это, прежде всего, история. История России, история нашего края. Как жили наши предки, чем они занимались, что они пели, как они развлекались. Участницы коллектива делятся, что привел их в «Русичи» интерес к родной культуре. Насте в коллективе уже целых 6 лет. В фестивале «Тверские мотивы» юная солистка принимает участие не в первый раз. Меня просто это заинтересовало, потому что в основном кружки, они все однообразные. И если пойти на обычное пение, то просто обычное пение и все им занимаются. А народное пение, оно, конечно, реже встречается, но тоже довольно часто. И, на мой взгляд, народное пение, оно красивее, чем обычное. Этого же мнения придерживаются и солисты Тверского ансамбля народных инструментов «Веселая карусель». Этот год для музыкантов знаковый. Коллективу исполняется целых 20 лет. Балалайки, домры и другие народные инструменты годятся для исполнения не только фольклорных произведений, но и современной музыки. Репертуар у нас разнообразный. У нас есть произведения русских, русские народные песни и танцы, русских композиторов, советских композиторов. Инициатором проведения мероприятия стал Дворец творчества детей и молодежи города Твери. В этом году формат мероприятия несколько изменился. На протяжении последних семи лет городской фестиваль «Тверские мотивы» имеет статус «Открытый», так как в нем с большим удовольствием принимают коллективы из области. В этом году городской фольклорный фестиваль из-за эпидемиологической ситуации проходил в заочном формате, но количество участников не уменьшилось. На суд жюри было представлено 76 творческих работ из 20 организаций города и области. Первый городской фольклорный фестиваль «Конкурс Тверские мотивы» состоялся 20 марта 2009 года. Тогда в нем участвовали только городские коллективы. Субтитры подогнали Симон. Игорь Негода